МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого мытищенского информационная программа День в студии Дарья Линская. И вот о чем мы расскажем вам сегодня. В Подмосковье жить здорово. Московская область вошла в тройку лидеров по качеству жизни в России. Что стало залогом высокой позиции в рейтинге? Лидерство имеет ценность только тогда, когда меняет жизнь человека к лучшему. Когда каждый чувствует неравнодушное отношение к своим проблемам. Может конкретно сказать, что сделала власть в дворе или в городе. Три пожара, учения и беседы с жителями о противопожарной безопасности. Такой была неделя для огнеборцев в пожарно-спасательной части номер 17. В результате пожара помещение выгорело на площади 30 метров квадратных. Пострадавших нет. 117 обращений поступило за прошедшую неделю в мытищенскую городскую прокуратуру. На кого жалуются жители? На почве личных неприятных отношений. У обвиняем возник умысел на причине смерти потерпевшим. Сотрудники ГИБДД провели рейд-мобильник. Как переписка в мессенджерах может влиять на продолжительные жизни? И сколько аварий происходит из-за невнимательности водителей? В чем вы телефону разговариваете во время вождения? Ну, так получилось. Я буквально на секунду ответил срочно. Бесконечное количество оплачиваемых отпусков, чтобы вдохновить сотрудников на работу. Возможно ли такое? А теперь об этом и многом другом более подробно. Московская область вошла в тройку российских регионов с самым высоким качеством жизни по итогам 2019 года. Рейтинг составлен по данным Росстата, Минздрава, Минфина, Центрального банка и других источников. Подмосковье заняло третье место, уступив столице и Петербургу. Лидерство имеет ценность только тогда, когда меняет жизнь человека к лучшему. Когда каждый чувствует неравнодушное отношение к своим проблемам. Может конкретно сказать, что сделала власть в его дворе или городе. Специалисты анализировали 70 показателей, среди которых доходы жителей, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье, уровень образования и другие. Достигнуты успехи социальной сферы, в своем обращении отметил и глава Матищ Виктор Азаров. С новыми микрорайонами в округе появляются школы и детские сады, а также пристройки и реконструкции действующих образовательных учреждений. В отчетном году за бюджетные средства завершены работы по строительству пристройки к основному зданию лицея номер 23. Идет строительство школы на 110 мест, 1100 мест в микрорайоне 25. Начали работу по проектированию детского сада на 150 мест в микрорайоне 25А. В текущем году работы на этих объектах продолжаются. Практически решены вопросы по проектированию школы на 1100 мест в деревне Сухарево, детского сада на 255 мест в поселке Нагорное, школы на 1100 мест в восточной деревне Погорелки, пристройки к школе номер 6. Все знаем, быстро решаем, не допускаем. Принцип, по которому удается добиться высоких результатов развития области и улучшения качества жизни. И помогают в этом электронные платформы. В мытищах по аналогии с региональным центром управления запустили муниципальный ЦУР, куда в круглосуточном режиме поступают все обращения жителей. Кроме того, мнение жителей в голосовании ключевых проектов благоустройства региона считается приоритетным. Только в 2019 году мы получили по различным каналам более 94 тысяч обращений. Это почта, добродел, социальные сети, диспетчерская служба, личное общение. Еженедельное оперативное совещание мы начинаем с рассмотрения обращений граждан. Для нас это приоритет. А что думают сами мытищенцы о жизни в Подмосковье, качестве и комфорте проживания в Мытищах? Здесь мне в выходные больше времени нравится проводить, чем в Москве даже. Здесь очень спокойно, тихо и свежий воздух. Инфраструктура здесь хорошо развита. Единственное, что много домов, новостроек построили, из-за этого пробки. Судя по мытищам, в принципе, много чего изменилось в лучшую сторону. Я сам из Москвич, но я живу здесь. Мытищ мне больше нравится. Я думаю, что по сравнению с другими регионами в Москве и в Подмосковье жить действительно комфортнее. Очень даже неплохо. Я здесь живу уже два с половиной года, и мне здесь очень нравится комфортно. Да и люди хорошие, добрые. Мы чуть больше десяти лет здесь живем. Конечно, поменялись очень круто, хорошо стало, но много машин. Эксперты сходятся во мнении, что благодаря развитости инфраструктуры, экономики и социальной сферы, другим регионам будет сложно обогнать Москву, Петербург и Подмосковье. Машины пожарно-спасательной части номер 17 на прошлой неделе с 10 по 16 февраля выезжали 15 раз, в том числе 8 по тревоге. Пять сообщений о возгорании оказались ложными. Потушили три пожара. Так, в понедельник 10 февраля на Ярославском шоссе загорелось одноэтажное кирпичное здание. На момент прибытия подразделений пожарной охраны из-под крыши вырывался огонь. Помещение заполнил густой черный дым. По предварительным данным, в нем могли находиться животные. В 13 часов 42 минуты на пункт из Пещи 17 поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого строения по адресу Ярославское шоссе, строение 149. К моменту прибытия пожарных подразделений в помещении строения происходило задымление. В результате пожара помещение выгорело на площади 30 метров квадратных, пострадавших нет. В четверг 13 февраля пожарные расчеты были вызваны на улицу Чапаева. О помощи просили жители дома номер 14. В одной из квартир на кухне огонь вышел из-под контроля. К моменту прибытия пожарных подразделений горение было ликвидировано жителями квартиры. В результате пожара в квартире на кухне обгорела кухонная мебель на площади 1 метр квадратных. Пострадавших нет. В субботу 15 февраля в деревне Красная Горка на улице Тепличной загорелся заброшенный дом. В 10 часов 19 минут на пункт СПШ-17 поступило сообщение о возгорании неэксплуатированного строения по адресу деревня Красная Горка, улица Тепличная. К моменту прибытия пожарных подразделений неэксплуатированное строение горело на площади 50 метров квадратных. В результате пожара строение выгорело на площади 50 метров квадратных, пострадавших нет. Также 7 выездов машин пожарно-спасательной части номер 17 на прошлой неделе были учебно-профилактическими. Пожарные отрабатывали действия в случае ЧАЭС на территории автоколонны номер 1375 и беседовали с жителями городского округа Мытищи о правилах пожарной безопасности. 117 обращений поступило за прошедшую неделю в Мытищинскую городскую прокуратуру. Основные жалобы – это действия органов внутренних дел, следствия, судебных приставов, а также управления ЖКХ. В Мытищинской городской прокуратуре утверждено обвинительное заключение и направлено в суд для рассмотрения уголовного дела по обвинению жителя Мытищ в покушении на убийство. В феврале 2019 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения возле входа одного из общежитий города вступил в словесную перепалку, которая переросла в потасовку. На почве личных неприязненных отношений у обвиняем возник умысел на причинение смерти потерпевшему, в результате чего нанес потерпевшему не менее одного удара ножом в область жизненно важных органов, вместе с тем высказывал в адрес потерпевшего угрозу убийством. Обвиняемый предпринял вторую попытку нанести удар ножом потерпевшему, однако его действия были пресечены очевидцами произошедшего. За совершение преступлений обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет. Мытищинская городская прокуратура также сообщает об изменениях в уголовном кодексе. В статье, устанавливающей ответственной задачу ложных показаний, заключений или неправильный перевод, внесены изменения. Теперь данные лица будут нести ответственность за ложные показания, заключения и перевод данные не только на стадии предварительного расследования и в суде, но и на досудебной стадии уголовного судопроизводства, предшествующей возбуждению уголовного дела, а именно процессуальной проверки. Одной рукой держась за руль, другой просматривая ленту новостей в телефоне или набирая сообщение в мессенджере. Знакомая ситуация. Самое частое, на что отвлекается водитель за рулем – это телефон. Сотрудники ГИБДД провели очередной рейд и напомнили автолюбителям, что разговаривать по мобильному опасно. Это нарушение карается штрафом 1500 рублей. Если разговаривать за рулем по мобильному телефону, вероятность попасть в аварию увеличивается в 4 раза. Исследования доказывают, что многозадачность во время движения автомобиля – это прямой путь к ДТП. Причем вы телефону разговариваете во время вождения? Ну, так получилось. Я буквально на секунду ответить срочно. Ну, это моя ошибка. Не отрицаю. Такая ошибка, а точнее нарушение ПДД грозит штрафом 1500 рублей или более серьезными последствиями, о которых в ходе профилактического рейда в очередной раз напомнили сотрудники ГИБДД. Согласно пункта 2.7 правила дорожного движения, водителю запрещается пользоваться во время движения телефоном, необорудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. Уважаемые автолюбители, не используйте телефон во время движения. Если необходимо произвести какой-то телефонный звонок, либо какую-то переписку, сделать остановку в разрешенном безопасном месте и произведите необходимое действие. Помните, что одна СМС минус одна жизнь. Важный звонок начальника или родных – самое частое объяснение, которое приходится выслушивать инспекторам. Ответственность водителей за разговор по телефону во время движения была введена в 2007 году. С тех пор технический прогресс ушел далеко вперед. На смену мобильникам пришли смартфоны, появились умные часы, электронные браслеты и система hands-free, когда руки свободны от устройства. По телефону разговариваете во время движения? Нет, это очень опасно. Я сама боюсь отвлекаться. Как решаете проблему, если это телефон и звонки? Ну, максимум – это сбрасывание, либо на громкую связь. У вас вся жизнь, наверное, связана с телефоном, за рулем. Как справляетесь? Нет, с телефоном я не разговариваю. У меня тут блюдо, если экстренный случай, я останавливаюсь. За рулем надо придерживаться безопасности, не отвечать на звонки или пользоваться голосовой связью, которая встроена в машине. Удобно? Пользуетесь? Или приходится иногда отвечать, разговор? Нет, чаще не пользуюсь голосовой связью, а просто перезвониваю позже. По словам большинства водителей, опрошенных во время рейда, они не берут телефон в руки во время движения автомобиля. За новостями следят не в ленте новостей, а по радио, и соцсети просматривают не на ходу. Законодательного запрета на то, чтобы люди разговаривали за рулем по громкой связи, нет. Но есть данные психологов, которые убеждены. При звонке водитель реагирует рефлекторно, то есть все равно отвлекается от дорожной обстановки, хоть и на доле секунды. Кроме того, беседы по телефону во время движения притупляют внимание и замедляют реакцию точно так же, как при небольшом опьянении. Так что единственным вариантом общения по мобильному для водителя остается разговор в припаркованном автомобиле. А для пешехода – вне зоны проезжей части. Дарья Линска, Олег Степанов, Пиром Итичинский. После новогодних праздников не прошло и двух месяцев, а люди уже почувствовали эмоциональное выгорание, упадок сил и нежелание ходить на работу. Только ли погодой и с временем года связано подобное настроение? Напомним, что переход на четырехдневную рабочую неделю уже неоднократно обсуждался. Такую перспективу даже поддержали 51% опрошенных работодателей. Еще 37% респондентов посчитали, что в этом случае рабочее время будет использоваться более эффективно. И только 29% опрошенных работодателей, по мнению известного портала по поиску вакансий, не увидели никаких преимуществ в переходе на четырехдневную рабочую неделю и посчитали такие меры нецелесообразными. Стоит заметить, что даже сейчас при пятидневной рабочей неделе один из самых популярных запросов в поиске вакансий остается запрос на возможность совмещать основную работу с подработкой. Так может быть, проблемы все-таки кроются глубже, необходимо заниматься любимым делом или полюбить то, чем занимаешься. К всеобщей радости россиян, эта рабочая неделя закончится короткими каникулами благодаря празднованию Дня защитника Отечества 23 февраля. Так что на следующей неделе работать придется меньше. А вот одна бельгийская фирма придумала, как вдохновить сотрудников вкладывать еще больше сил в работу и не чувствовать подавленности и депрессии. Она решила предоставлять им бесконечное количество оплачиваемых отпусков, не дожидаясь официальных государственных праздников. Сотрудникам этой бельгийской международной фирмы больше не нужно переживать, что им не хватит отпускных дней на отдых, восстановление сил и время с семьей. Глава компании решил ввести бесконечный отпуск. Раньше в год работникам выделяли максимум две недели оплаченных выходных. Теперь отпуск можно брать неограниченное количество раз. «Сегодня с нынешней экономикой люди все чаще считают работу своим врагом. Считают, что она вызывает стресс и упадок сил. Это грустно, ведь на ней люди проводят большую часть своей жизни». Директор компании говорит, что эффект уже ощущается. Во-первых, в отдел персонала стало поступать больше резюме. Во-вторых, сотрудники стали более приветливыми с клиентами. «Ещё один эффект, которого я искренне хочу достичь, это чтобы люди не чувствовали издеможения и не выгорали на работе. Если они ощущают, что им нужно отдохнуть, они могут запросить отпуск даже в том случае, если уже использовали все свои дни в году». Фирма занимается переводами. Она имеет представительство по всему миру, в которых работает в общей сложности более 170 сотрудников. С июня правило на неограниченный отпуск распространится на офисы фирмы в Азии, Европе и США. «Это революционная вещь. Мы ещё не знаем, каким будет результат. Нужно посмотреть, как это применят практически. Например, когда можно будет брать такие отпуски? Мы ведь и так достаточно заняты. Но я уже не буду стараться сэкономить отпускные дни к концу года, как раньше. Я смогу брать отпуск, когда будет хорошая погода и длинный день». «Конечно, отпуск всё равно нужно будет утверждать у начальства. Сначала менеджеру удостовериться, что на рабочем месте есть достаточно сотрудников, которые смогут взять на себя дополнительную нагрузку». Смотрите во второй части выпуска после блока социальной рекламы. Что такое доброта и легко ли быть открытым? Сегодня отмечается Всемирный день спонтанного проявления доброты. Доброта – это свойство человека. На сцену Большого театра спустя 36 лет вернулась опера «Садко». Научиться управлять автомобилем, чтобы сдать на права – это легко. Но мне важнее научить человека не рисковать. Знаете, что больше всего уносит жизни? Обгон по встречке. Если у вас ребёнок в машине, нет ни одной причины рисковать его жизнью и выезжать на встречную полосу. Не ставь в холодильник горячее блюдо, еду охлаждать нелегко ему будет. И с этой минуты, запомни, пойдёт электроэнергия и перерасход. А если ты свой холодильник оставишь надолго открытым, то снова заставишь с двойной силой трудиться его. Полезного в этом опять ничего. Из этих примеров наглядных простых многие сделали вывод. А ты? Сегодня во всём мире отмечается день спонтанного проявления доброты. Праздник утверждён по инициативе международных благотворительных организаций. В России этот день пока ещё мало известен, однако его суть ясна и понятна каждому. Нужно стараться проявлять доброту ко всем. Мои коллеги вышли на улицу города и решили узнать, что же такое доброта, по мнению мытищенцев. Расскажите, что такое доброта, по вашему мнению? Доброта – это когда ты делаешь доброе что-то людям, когда ты помогаешь, и ты добросовестно относишься к всему. Это нужно делать от души и от своего воспитания, наверное. Ну, хорошее отношение к людям. Извините, спешу. Доброта – это проявление добрых намерений к определённым людям. Допустим, перейти бабушку через дорогу, так как она уже не такой мобильный человек, как молодые люди, и помогает тем самым ей, вы проявляете доброту к ней. Доброта – это свойство человека. Доброта – это хорошее отношение к людям, делать добрые поступки, всех любить. Хорошее что-то. Что-то хорошее сделать для человека. Для соседа, для человека. Ну, в том плане. Доброта – это помощь слабым, помощь близким. Ну, человечность для меня – это, прежде всего. Бескорыстность, действия какие-то бескорыстные, добрые, деяния какие-то бескорыстные, желание получить в ответ. То есть, как пословится, добро – добра не ищу. То есть, если делаешь что-то, то делаешь это от чистого сердца. Я считаю, так, это добро и есть. Это, наверное, когда все счастливы, тогда все и добры. Это здорово, когда есть у человека доброта. Это самое важное, это первое, что должно быть в человеке – это доброта. Надо к человеку относиться с любовью. Так же, как вот я хочу, чтобы ко мне относились, и я стараюсь относиться к другому человеку с пониманием. Ну, добро, оно и возвращаться должно к человеку. Это сердце хорошее, доброе. Доброе сердце и нервы в порядке. А как думаете, хватает в нашем мире доброты сейчас? Нет, не хватает. Не хватает доброты. Надо быть добрее. Надо быть внимательнее. В Большом театре премьера оперы «Садко». Масштабная постановка вернулась на сцену спустя 36 лет. Новгородскую былиину о молодом гусляре «Садко», мечтающем о богатстве и странствиях, воссоздают на сцене 200 артистов. Подробности постановки в следующем сюжете. В Большом театре долгожданная премьера опера «Садко». Последний раз ее играли в 1984-м. Это большая русская опера. На сцене единовременно около 200 артистов. У этой оперы есть формировавшаяся ложная репутация. Что это такое, что такое огромное, былинное, далекое, грандиозное и совсем не про нас. В общем-то, мы в этом спектакле пытаемся сделать так, чтобы мы от этого клише из учебника отошли. Основа сюжета – новгородская былина о молодом гусляре «Садко», мечтающем о богатстве и странствиях. Создатели уверены, зрители смогут увидеть в сказочных персонажах современных героев. Христалл – человек, не очень уверенный в себе. У него, возможно, в доме, в семье свои какие-то проблемы с семейной, с женой. И вот он приходит, но получить тот опыт, чтобы себя чувствовать более уверенным в сегодняшней жизни. В музыке римского Курсакова – мотивы русских народных песен. Декорации – отсылка к не менее громким именам. В начале 20 века пять великих русских художников создавали сценографию «Садко» – Коровин, Билибин, Рерих, Егоров и Васнецов. В частности, в 1901-м Васнецов создавал декорации для Мариинского театра. В нынешней постановке его работа открывает первую сцену. Терем, где на пир собираются богатейшие купцы Великого Новгорода. Это художники, которые создавали каждое своё пространство. Мы пытались сделать продолжение той живописи или тех эскизов, которые до нас дошли. Потому что мы думали, вот если бы сейчас пришёл Рерих, как бы понравилось бы ему это или нет. Первые премьерные показы пройдут в феврале, после чего «Садко» вернётся на сцену Большого в мае. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас не только в эфире, но и на сайте Первого Матищинского и в наших группах в социальных сетях. Далее вас ждёт прогноз погоды. Оставайтесь с нами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сколько времени нужно, чтобы научить детей быть хорошими пассажирами? Что в автомобиле нужно вести себя спокойно, пристёгиваться? А ремнём или в кресле зависит от роста или веса. Не так много. Дети быстро всё схватывают. А сколько времени нужно вам, чтобы понять, что безопасность своего ребёнка можете обеспечить только вы? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Карту «Стрелка льготной тарификации» могут получить школьники, студенты, школьники сельской местности, военные пенсионеры. Для этого пройдите авторизацию и осуществите вход на региональный портал государственных услуг Московской области. Выберите категорию карты. Заполните все поля и перед отправкой проверьте правильность заполнения. Проверить статус заявления вы можете в разделе «Обращение». Для получения карты обратитесь в МФЦ. Для этого вам понадобится номер заявки, документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий право на льгот. Для активации карты оплатите ее залоговую стоимость на сайте стрелкокартф.ру или в мобильном приложении. Пополняйте карту быстро и без комиссии на официальном сайте и в мобильном приложении стрелкокартф.ру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова